всем привет друзья вот так вам ролик сегодня решила начать потому что занимаюсь этим уже битый час уже у меня вот эту тележку матвея которой ты выносишь три вынесу жара это четвертую набираю сначала эту сторону все проходило сейчас эту помидоры вялые жарище тут я сама уже завяла вся жарище во первых вторых их поливать надо но я решила пока не выпалю никаких поливов чё эту траву поливать смотрите сколько лебеды ужас 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 насеялась да короче говоря вот так вот сегодня убираем капельку ну маленько осталось все уже видите уже все чисто единственное после после этого еще полить все надо и желательно привязать но наверное привязать сегодня точно не буду вот эту сторону я все привязал она мне ведь привязана вся вот а это уже оставлю на завтра напалить обязательно надо потому что я нот а еще знаешь что матвея надо будет вот этот коврик сегодня снять слышишь меня пока я не привязала я почему не стала параллельный тип я это и шла сразу полола привязывал полу привязывал здесь не ставлю что коврик надо вытащить а тут и так уже много привязано сейчас не уходи далекая сейчас вот этот пятачок не остался чуть-чуть сейчас доползу все-таки уберем и коврик такие руки все невозможно сегодня 28 градусов на улице а в теплице вообще все 40 наверно ну надо дела все равно делать и начала пораньше но уже время тошло шло 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 и в итоге уже обед какая-то смотри-ка какая ему это моль это вот ее надо убивать на эти гусеницы раскладывать не надо сюда стрелять матвей там термометр же висит электрический вот так вот вот она пчела прилетелась по играют бегают фима со своим водным пистолетом матвей сбрызгал кайфа не знаешь чем-то бегал все носились носились сейчас угомонились маленько матвей ходил уроки сейчас делал по математике все еще них задают эту кега подготовку дел вариант еще но они не целые делают а там сколько они могут сколько они уже прошли пока не весь вариант еще делают задание не знаю 13 вот что еще нового алёша на обеде сейчас был на обед варили дед чистил картошку сварили пюре я потом это пюре толкла сделала пюре поставила говядину тушить с луком просто нашла кусок вчера говядины вот и чё еще то чё еще а бабушка эту рыбу чистила маленькую тусолаку начистила она ее и засолить решили что-то решили что жарить она слишком усохнет на сковородке да еще маленькая же она такая она в два раза больше кильки но все равно очень маленькая кильку нет я не слышал чтобы кильку можно конечно ну я не знаю посмотреть на вот это в принципе салаку знаешь хорошо бы консервы сделать будет очень даже вкусно дубки карася то тебе возьму важную рыбалку не ездить в общем не знаю что снимаю уже голова не работает в такой жаре это очень сложно но надо сделать дело так о чем мы телефонами разбрасываемся меня вчера вот так вот упал телефон и давай это включается выключается так вот вибрирует и включается включается общем общем замучилась кое-как в чувство привела зажала все три боковые клавиши только тогда он у меня вырубился но потом я его очень долго не могла включить но включил его нормально все вот так телефонами поаккуратнее вот я говорю он видимо после ушиба так себя и странно ведет утром омлет делали завтракали там омлетом сегодня дед делал с утра омлет мы бабушку сегодня подольше поспали потому что фиме не надо было в школу сегодня у них учительница на экзамене не знаю на каком то ли у кого-то принимает то ли сама сдаёт каких-то экзаменах поэтому фима сегодня школу не ходил а так сегодня же сдают экзамены девятиклассники и матвей с фадеем тоже матвей как бы он в первую сми научится но он же дома как видите хотя уже 12 часов ему к трем а фадею у них вообще там уроки отменились из этих экзаменов пару штук и ему вообще к пяти представляете к пяти часам пойдет на два или на три или урока по 30 минут в общем ерунда какая-то дуримается и и себя отвлекают да могли бы там свои экзамены уже проводить спокойно девятиклассников все и не это не размениваться нет ведь и этих бы отпустили потому что ну горит толку доходить на эти полчаса учебники сегодня матвей сдаст уже а ходить до пятницы в общем вот так вот каждый год одно и то же это называется то ли дело я вот своих отпустила учеников знаю что уже не дело не работает не отпустила после двадцатого все довольны ладно все в общем отрубают дольше сидеть буду здесь невозможно жарко все настишь открыто но на улице ветра общения 5 какие-то сейчас эти не то пожарные то скоро и туда-сюда вонзают по трассе тут недалеко слышно все пошло до полю сейчас буду поливать так опять мокро уже вторую рубаху да фим не надо так делать пошли мы и дюкам сейчас отдадим то что я вырвала вот это пополоть бы надо на жарко не могу в один день я сейчас я чувствую голова после этого теплового удара разболиться и все а я щас иди планирую опрыскивать а то им прям через верх как у них полно они еще не съели уже объелись я говорю что их полно только мальчиков все мальчики ведь это девочка вот это вот девочка что она такая смело это вчера мы в десять часов уже мы смотрим пришли полили капусту тут кстати есть бабочка что творит уже яйца откладывают на капусту иди каю найди смотри прям на капусте сидит яйца откладывает уже там свеклу не повреди ты хочешь телегой закрыть позже сядет тогда все а там капусты нету есть она и все что толку то надо тогда и это не поймал все улетела да полетела куда-то ты бесполезно сейчас вернется она знаете капуста вот она летает красавица вот она вот она паразитка такая вот паразитка полетела в другой город вот сегодня вечером хотим уже опрыскать кусты все эти яблони не знаю как получится мы хотим у деда паша попросить все-таки керхер что-то наш не хочет хочет брызгать но мы ему в ремонт отвезли картошка сходит уже отлично отлично у меня тут красота и отсталось полить сейчас полью так с поливом закончила конец то сам все теперь полила в этой теплице посадила редиску даже сегодня про редиску ролик сняла вот что делают и я я же вам говорю что делают и снимаю потому что отдельно чего-то мне выдумывать совершенно некогда ну а теперь вот этот ужасный просто ужасный ковер буду стирать висит грязнущий у меня одной шерсти на нем ужас шерсть вот это белое пятно это все шерсть собаки видимо лежали тут в общем буду сейчас чистить меня очень выручает кстати вот эта щеточка именно от шерсти я вам ее в прошлом году показывала вот и на сначала на это на мочить она очень хорошо снимает вот эту всю шерсть именно животных на вайлберс если что надо поищите я не знаю я уже не помню какой артикул был на в том году стирала ковры когда я вам ее так сказать прорекламировала а вот ну вот она мне до сих пор очень очень нравится в этом году уже что это второй ковер вот всю шерсть вычесываю только ей очень удобно чем вот обычная с ворсом щеткой она у меня тоже лежит но я еще в этом году даже не в руки не брала эту виноград смотрите не хочет никак как сказать принять нормальный вид вот эти палки торчат все обрезать надо я все ждала жду думаю может они оживут может они оживут но нет оживает что-то там другое повыше которые а вот эти так торчат и причем здесь еще более-менее на их вот здесь вот безобразно много здесь все безобразно хорошего давай его вообще спилим уберем я говорю ну и чё будет как-то куцов смотреться в общем я не знаю как я это все вырежу очень сложно на самом деле на верхотуре туда лезьте во первых может и правда все спилить уже да еще ладно остался последний рывок хочу сейчас ковер вымыть и пойду отдыхать надо будет правда коровочная на кормлю чтобы уже не выходить а в 4 мы поедем с лёшей за комбикормом и он говорит не хватит до выходных на ходе мешочек взять что планово кармадью вот это товарищ у меня на очереди да вот сейчас теплицами разберусь и пойду у него прибирать все да да вон какая у тебя там круто какой-то сено даже сено кости а там дальше какашки да байка мой пан молодец где где надо он тут не гадит он гадит там в углу вот так вот общаемся с ним ребятишки меня конечно развлекают прибегают иногда и бегут пробегут ураганом и дальше а потом посмотри пошел пришел говорит дай мама пакет хорошие нести учебники чтобы не порвалось ну возьми попробуй озоновский попробуй озоновский надеюсь он не порвется так что сейчас пойдут уже школу все хорошо его намочу потом от сердца почищу потом сегодня конечно не буду ничего делать особенного просто его намыли у хозяйственным мылом и все то есть ну как бы керхер заводить не буду сами поняли что он у нас это самое хандрит вот поэтому не не понравилось в этом плане что он что-то у нас хандрит тут раз попробовала керхером но он то включается то не включается отвезли где депаш думаю может быть что-нибудь там у него прокладка какая-то сломалась внутри ну надо заменить или что какой-то проблемный стал поле старый поэтому я говорю я буду просто пока стирать по старинке не заморачиваясь куском мыла нам и лиды и все бог с ним собственно и какие-то у нас нарядные самые старые что ни на есть ковры ковера знаете он где залову ой если вам так рассказать но в общем пока смотрите я вам расскажу если если вам интересно послушайте когда бабушка сюда приехала из казахстана мама мэда вот нет не бабушка пока моя мама которую вы все прекрасно знаете лицезрите каждый день на нашем канале вот это я для новичков поясняю это мои родители если что это тоже для новичков информация да то есть у нас дед которого мы снимаем тоже каждый день и бабушка это мои родители не алёшины вот алёшины живут недалеко от нас на поселке в общем нас уже городе а вот пояснила так вот когда мама моя решила поступать она жила в родилась в лениногорске сейчас это ридер в казахстане вот и когда она решила поступать сюда как бы свердловский тогда это свердловск был не екатеринбург в институт естественно поступила хорошо научилась как бы без всяких этих приключений как хотела в общем так сюда и ее и пригласили в этот институт как-то там раньше подавали заявление что мол хочу приехать поступать в институт вот она и поступила у нас институт свердловский на экономический факультет в общем на экономиста бухгалтера училась вот потом дедом они познакомились и он тоже но в другом институте учился на инженера вот так через общих друзей познакомили просто так получилось да вот и они дед сначала первый отучился но они поженились практически сразу да то есть недолго думая когда молодые долго не думают без всякого этого самого так сказать познакомились влюбились и поженились вот и в общем бабушка еще училась дед уже доучился он потом распределять стали и вот так получилось что предложили деду на как бы несколько предлагали куда пойти инженером на какой завод да то есть там ну как бы комиссия была при институте я так понимаю какая то что ли распределяли молодежь да то есть это специалист с высшим образованием инженерным и в общем распределяли приезжали представители заводов со всей области и предлагали да и вот из-за того что бабушка то еще не доучилась она вот на каком на последней ну еще в общем и год учиться надо было да а вот она они дед решил что возьмут они пойдут он пойдет работать на завод вот приглашали на рамильский завод сюда в рамиль до металлоконструкций вот и директор вот как раз встретился этого завода и пригласил и они вот так вот решили потому что бабушке надо было учиться а для этого надо быть поблизости то есть по всей области не разъедешься раз ей надо еще учиться вот поэтому он взял поближе чтобы буквально 20 километров до города вот и бабушка могла спокойно себе доучиться что она собственно и сделала вот ну а дед оказался на заводе рамильском на котором всю жизнь проработал сколько я не знаю наверное 30 что я не знаю я не считала ну сколько он в 20 лет он 21 наверное да закончил институт а вот и сразу поступил сюда на завод и вот до самой пенсии он то есть он был в 25 лет его уже поставили главным инженером сначала был он ой кем же вот не вспомню сейчас надо историю повторять семейную а вот технологом или что-то то есть макомолоденького совсем в 25 лет его уже поставили главным инженером там по моему и мастером он был то есть технологом мастером потом поставили главным в 25 лет в общем он был главный инженер завода уже а вот и потом последние уже на заводе наверное лет 20 что ли я не знаю сколько 15 или 20 лет он уже начальником завода этого был и вот так вот в общем такая карьера на одном заводе всю жизнь так вот судьба сложилась наверное счастливая до судьба когда на одном месте когда все знают все знают всех знаешь многое создано по твоей инициативе где-то твоими руками твоими мозгами скорее да то есть как инженерная мысль в нем сами понимаете до сих пор блещет а уж раньше вообще блистала ничего не скажешь много изобретений было сделано вот так вот этот ковер я то начала к чему что раньше когда еще советский союз был молодым специалистом конечно же давали квартиры 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 давали в домах это двухэтажки у нас вот тут недалеко не буквально может минут десять ходьбы отсюда а вот строил сам завод то есть строил для своих работников и вот в этих домах давали квартиры и вот ему как молодому специалисту сразу же выдали дали квартиру по моему я не запомню сначала двухкомнатную а вот а когда родился у них уже второй ребенок а считаю не сразу рожали фи тоже да не тянул никто раньше то есть брат у меня старший сразу родился практически вот потом через два или три года второй ребенок и в общем им потом дали трехкомнатную квартиру а потом стали строить уже как сказать застраивать частный сектор ближе к заводу там он буквально в пеша ну в пяти минутах ходьбы от завода построили коттеджи там на трех хозяев получили на три хозяина и вот в этих коттеджах стали снова давать там уже кусок земли то есть там можно было уже что-то посадить теплицы поставить и все и вот потом им дали вот там тоже от завода то есть вот так вот видите как заботились даже молодежи которые как бы ну ничего не имея до родители не давали ничего не могли раньше ничего такого там состояние когда сколотить передать ребенку что у него все есть да а вот государство так заботилась это я считаю хорошая хорошая вещь была при советском союзе что и работу дали сразу то есть не знаю не знаю молодой куда идти специалисты ему сразу тебе работа на и работа и только добросовестно работаешь и тебе вот пожалуйста и семью тебе жильем точно обеспечит вот так вот этот ковер там лежал в одной из этих квартир я уже не знаю но наверное в последний он был куплен уже а ковры качественные представляете я вчера меняла в санузле так скажем коврик который я купила буквально вот недавно ну как бы он полежал некоторое время у нас коридорчике потом но затоптался как-то уже решили просто его поменять один год он всего максимум не знаю сезон так скажем полежал затоптался я его разрезала на вот такие коврики для туалетов а вот ну в общем вчера я его подняла и под ним слой клея вот этого сухого клея я говорю представляете чем мы дышим чем сейчас вот клеят вот эти ковры и какое раньше было качество да то есть этому ковру ему лет 40 наверно я не знаю это ну сейчас скажу я еще если я в 83-м родилась 83-м и я родилась уже в новом коттедже то есть не в квартире а в коттедже меня уже повезли туда а вот то есть он примерно 80-го года а сейчас у нас уже 23 ему 43 года этому ковру его уже весь из-за пластали но я его стираю он не крошится после него нет никакого клея вот так такое качество друзья мои интересно я думаю молодежи интересно хоть меня послушать что вот такое его конечно надо отмывать он уже он лежит самых непотребных местах так как он самый старый самый такой но на пухне лежит зимой тепло тепло с ним зимой а из подвала не дует что а я не знаю когда скажет ладно друзья разболталась я пошла и в общем смывать ковер мы сейчас еще почищу щетка это волос друзья мои еще раз просто показать хотела как здорово она собирает волосы это не от ковра это именно собачьи видите смотрите она прям пучками она прямо здорово чувствует поэтому у кого кошки собаки еще раз обращаю вас во внимание сама такой штуки не знала мне ее скажем честно в том году просто прислали на обзор и я ее заценила под ним стала под столом спит и вот это все набивается все готово правда всегда это заканчивается знаете чем вот 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 эти вот сейчас вся земля зато вымылась который у меня была в этих голосах стареньких всегда набираю хоть я и стараюсь вроде аккуратно ковры стирать но сейчас еще буду галоши задним отмывать они эти какие грязные внутри за одним лаунжик пока здесь в общем все вроде как все помылся коврик сейчас помой галоши домой так упала в кресло вот сижу думаю дай почитаю ваше сообщение и задаете вы правильный вопрос какое место матвей занял в соревнованиях считаем был в нижнем тагиле на кубке городов урала и сибири тоже большие были соревнования все съехались и потом вот он ездил недавно куда не ездили в волопаевск волопаевск ездили тоже были отовсюду из казани из ханты-мансийского округа в общем отовсюду стрелки были большие тоже соревнования это все областные уровень областной не российский но крупные вот так вот на кубке городов урала и сибири среди взрослых там была категория не среди юношей даже среди взрослых он занял первое место у нас а что-то я не знаю тарелочку не привез в этот раз не привезли ему в общем в тагил поедут ему там вручат эту тарелочку и потом я вам покажу какую дают за первое место на кубке ну там место кубка всегда дают тарелочку красивую вот и в волопаевске он участвовал в двух упражнениях на 60 выстрелов он занял второе место и на 40 выстрелов занял первое место то есть два места у него и второе и первое будут две медальки это из волопаевска вот такие вот результаты ну на областных он у нас всегда с медалями конечно да потому что он до этого уровня уже давно вырос ну раз он на всероссийский вырос то понятно что областные он конечно сильнейший в области стрелок чего там говорить вот но сейчас остается вот они поедут в кушву и куда они еще мы поедут все что-то детское двое соревнований еще как бы в этом учебном году так что ли скажем а потом лето а потом уже по осени опять начнутся череда эти все российские соревнования первенств всяких россии и так далее да то есть еще куда то поэтому сейчас сейчас кушва в ближайшее время вот скоро будет кушва поедут в кушву опять переживают что дымит как раз туда ехать куда в кушву вот эта дорога дымит там горит и леса горят все еще боятся что это может помешать так ну давай поаккуратнее вот матрина школу уже ушел все еще ходит трется ладно все я все пытаюсь решиться поесть но что-то сижу не могу без рук без ног пока вроде ответила на этот вопрос дальше буду читать ваше сообщение ваше сообщение немножко вам наших красот едем сейчас мы едем 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 на заправку сначала а потом а потом поедем с оголовками надо нам за колбаской съездим в общем вот так маленько кое-что взять надо а комбикорм еще комбикорм надо взять точно корове фима решил прокатиться и даже не переодевался так в домашнем поехал так вот так мы завершаем сегодняшний день сейчас ну еще правда поразделывали рыбку сегодня заезжали мы еще к наталье рыбку забрали мяско свинины забрали на гуляши в общем разделывала сидела вот это вот вечер-то а потом вспомнила что у меня тесто дрожжевой в холодильнике уже растаяло ай это слоеное дрожжевое сосиски обернули вот и вот у нас в общем вот сосиски в тесте ребятишки довольные а остальное тесто срезать на полоски сахара вот такие дела все на этом можно день сегодняшний завершитель а еще потому что шок управляться так что давайте всем всего доброго пока пока